Это чтобы ловить маток. Когда их ловишь, потом их насаживаешь на пилочку и на них приклеиваешь метку. В семье Тукмаковых дети с пеленок знают, как ухаживать за пчелами. Глава семейства Георгий больше 10 лет занимается пчеловодством. Но интересоваться хитрым мастерством начал намного раньше. Признается, что собирать мед и ухаживать за пчелами мечтал еще с детства. В 2011 году брат подарил Георгию первый пчелиный рой. А в 2013 году я, получается, уже основательно решил, то есть купил пасеку целиком. Это было около 70 пчелосемей. Уволился с работы и мое дело пошло. Во дворе Георгий обустроил все необходимое для ухода за насекомыми и сбора меда. В арсенале передвижная пасека, благодаря которой пчелы дают не только цветочный, но и липовый и подсолнечный мед. Вот здесь вот будущие пчелы выходят. Сейчас закрыто тут. А здесь уже, видите, тут уже новый мед у них, венец. Вот он. Один сарай обустроен подомшанник. Это отопленное помещение для зимовки пчел. Еще один помощник – нуклеус для вывода и круглогодичного содержания маток. То есть я их вставляю туда, засыпаю туда пчел и кладу туда либо маточник, либо саму матку. И увожу куда-нибудь подальше от этого места, где он был, чтобы пчелы не слетели. И в течение двух недель матка облетывается и начинает пить кладку уже. Потом я ее привожу и либо можно ее продать, она уже плодная, либо ее оставить себе. Кроме меда фермер производит и другие продукты пчеловодства. Маточное молоко, пергу, воск. Всю продукцию продают односельчанам, родственникам и постоянным покупателям в областном центре. В планах – расширить семейное производство. А для этого Георгий планирует выкупить участок у леса, чтобы на месте оборудовать пасеку.